всем добрый день привет из елгавы сегодня у нас уже 26 июня пройдусь вам по нашему участку смотрите как маргаритки опять у нас выросли и зацвели это после последнего прокоса там кто-то в комментариях писал зачем вы скашиваете вот посмотрите ничего страшного им не происходит вот мы скашиваем и они по новой вырастают прям по всему участку сейчас про и так по полетаю над ними жара у нас стоит уже 31 градус вот покажу что происходит на жаре ну маргаритки такие неприхотливые цветочка видите по всему по всему участку тут и клевер и другие цветочки но в основном маргаритки а так вот и клевер есть тоже видите да вот малина у нас уже мне уже по пояс да по пояс некоторые это зимняя малина как я вам рассказывал мы ее обрезаем всю прям под корень как можно короче и потом она дает новые отростки и вот они видите уже завязи цветов но это позднее она будет где-то в августе в сентябре только начнется у нас ну в зависимости от погоды может даже и в конце июля крупная тоже крупной малины сладкая вкусная а вот здесь это мексиканская как малина называется как знаете она крупнее чем малина где-то в три в четыре раза вот такая мы вам тоже как-нибудь снимем видео вот когда созреет тут и мята тоже как я говорил у нас по всем по всему участку везде и вот следы на мяте посмотрите это слизни здесь лазили по ней видите кушали следы вот боремся с пытаемся бороться желтая смородина там черная смородина и как я и говорил вам вот и белье вешаем здесь у нас все-таки свой дом есть свой дом там у меня тоже как склад строить строительный не еще не не доделал надо будет брусси брусчатку здесь буду отмостку делать много что еще работы много просто мне тут здоровье подвело вот смотрите сколько видов у нас гортензий разных цветов это арония это черная рябина это у нас а еще выше стала сирень это темная такая сирень в следующем году покажем она разрастется чуть побольше эту мы обрезали вот начали отростки новый вот они опять отрастут и это будет вести красивыми такими красно-розовыми как розочки вот гортензия вот как то вот так сейчас я по похожу я принципе начал видео хотел показать про машину окна приходится держать открытыми я на автоматическое нажатие чтоб все окна сразу открывались но невозможно жара какая там нагревается как все равно в доме на печи это черника садовая вот куст а это мы тоже гортензия я думаю у нас очень много гортензии это специально мы от съемки загородили чтоб он ножку не поднимал сюда он наташа привет наташа подметает участочек наш на террасе на терраске а вот эти это вот белые ромашки вот они они тоже на нем нападает слизни нападают лопатку надо сюда вот так вот воткнуть да вот гортензии вот эти такие розовые они сначала вроде как бы белые такие с оттенком начинаются потом зеленоватый а потом белеет и потом хопа розовый становится вот как то так но это все зависит от кислотности почвы еще те гортензии пионы еще до сих пор у нас светут вот что у нас смотрите 26 июня я бы не как как всегда у нас много никуда они не делись вот смородина это мы накрыли чтобы здесь трава не росла вот и по ним так спокойно здесь смородина здесь место у нас для мусорников стекло бумага здесь отходы отходы у нас почаще раз неделю нам вполне хватает вот грушу покажу его на какой стадии вот уже крупнее стали груши вроде не вижу чтобы падали если начнут падать ну что-то останется мы хотим просто попробовать еще ни разу их мы не пробовали даже не знаем что за груши саженец купили и забыли да там была фотография все там рисунок это лисий хвостик тут у бабушки висит и там петуния тоже под навес в тенек а вот какой виноград уже вот на какой стадии повторяю сегодня 26 июня ну да конечно в южных республиках и южных странах там уже наверное кушают виноград и это мы не спорим но у нас же себе не кушает еще у нас же северная северная республика ну вот видите на какой стадии это вот на желтый сладкий виноград вот не сегодня завтра буду делать ловушки ну как-то на следующей неделе точно ловушки для ос они у нас просто съедает все эти плоды и крыжовник виноград яблоки вот эти вот особенно вот конфетное дерево вот этого яблоня наша она самая-самая первая вот белый налив вот это но это еще я груз зеленый можно кушать зеленый плоды сейчас пройду вот съемочка всемка зовет на прыгать прыгать зовет ну-ка давай если ты хочешь туда давай комы почистим ну давай прыгай или ты прошу куда ты хочешь ну куда ты хочешь куда ты хочешь и ты хочешь наверх ну и от игрушку хочешь брать ну бери игрушку кротика свою давай я вот здесь пози я сяду чем выразить я сяду а ты а ты прыгай вот все видите вот он сейчас прыгнул вот все сидит я пошел дальше снимать а он сидит он успокоился все вот и семочка так вот у нас время сиди тогда да он знает что его снимают на видео он все понимает наташа на просушку там на то на сё где-то что-то куда-то где-то какие-то матрасики то одеялки старые куда-то вроде думаешь надо выкинуть ай ладно просушим что-то подложим куда-то в своем доме сами понимаете куда-то всегда пригодится вроде сегодня не надо через год-два понадобится так есть вот на такой стадии у нас клубника земляника ну вот эта жара она дала толчок ускорила созревание зелепух много кушаем уже да кушаем вчера мы купили просто килограммчик купили знаете этой клубники приги ярунта что это тебе покупать ай давай возьмем ну своя не успевает ну ладно я вчера пошла из то столько же собрала вечером вот в этих мавзолеях у нас только вот в этих мавзолеях здесь была грядка мы и ликвидировали ну не съедаем мы столько понимаете просто не съедаем вот лук лук укроп укроп вот здесь еще будем лук подсаживать потому что этот перезреет мы на зелень друзья на зелень намного не надо не надо намного вот здесь смородина эти огурчики вроде как бы вроде как бы живые видно вам там мы это не открываем вот кто недавно подписался это мы закрыли их от слизней и вы знаете начало помогать начало помогать вот здесь горошек я посадил зеленый горошек на еду там у меня вот пораньше он уже тоже немножко вот здесь рядочек такой посадил вот уже стручки начинают наливаться вот они так чуть-чуть пожевать зелень там у нас накрыли тоже кто недавно подписался мы заменили пленку обыкновенную на вот эту агропленку а вот наша хорошая душистая земляника вот она я сейчас вот смотрите друзья как и обещал вам вот у нее цвет какой посмотрите какой красивый крупная посмотрите это я сейчас показываю верхние ой какая а какая она душистая а вкусная вот но не похоже она на лесную землянику и на клубнику вообще у нее такой идеальный вкус вот именно вот у этой вроде как ананасная до ананасовая земляника вот она зеленая уже каким-то крупная его она достигает размеру почти как клубника даже вот они какие много будет много вот сейчас я выру жара вот этот толчок дает созревание чеснок по ходу будет очень крупный но это на засолку только на засолку друзья никакие хранения мы ничего это не делаем нам хватает с наташей и с мамой и иной вот она немножко земленого удобрения делает она тут настаивается здесь либо вот здесь но сейчас вынесла просто добавила воды ну вот помидоры вот 26 июня вот помидорчики начали на набухать видите так что все хорошо никакой плесени никакой болезни здесь нету мы всегда просушиваем вот вот открываем на распашку окно дверь здесь всегда вентилирует только на ночь закрываем же поздно поздно уже закрываем где-то в часов двенадцатом вот так вот когда как огурчики вот на такой вот стадии но так болели болели они тут кто холодно было не пойми чего до дожди ну мы честно признаться вы побоялись садить их рано потому что я говорю повторяюсь у знакомых померзли помидоры и мы решили тормознуться думает лучше позже будут вот как то так это капустка она быстро отойдет это по моему цветная капуста у нее перчики сладкие перчики много нам не надо абсолютно не надо зимой свежего мы отъедаемся уже с магазина уже как бы отъедаемся а когда приходит лето ну конечно хочется с грядки это сто процентов грядки да я очень любитель свеженького поесть огурцов друзья повторюсь кто-то там тоже писал комментариях наверное вы горит любите очень огурцы да огуречная яблочная душа это точно у меня вот это тысячу процентов говорю яблоки я могу съесть даже килограмм могу полтора съесть за день в течение дня огурцов могу столько же съесть но подчеркнул что я шкуру с огурцов счищаю особенно вот когда они начинают уже больше так 10 сантиметров длиной 15 все я шкуру снимаю молодые еще куда не шло огурчики со шкуры а нет шкуру не хочу тяжело для желудка уже годы не те яблочная душа я с детства ой мама родная мне помню мама покойная царствие небесное ну не нам не мне конечно у меня еще сестра наталья есть тоже сил гави живет я но я постарше на два года пюре яблочная мама покупала всегда и как я подсел на это все потом нам привозили там мы в северной широте жили черновской области вертолетами возили арбузы и так далее то подобное яблоки зеленые привезут этот белый налив там они мяты и биты ну нам казалось это вкусными для меня лично казалось это вкусно да там на урале свои как говорится своя это вкуснятина растет кедровые орехи морожка ну черника есть и здесь растет куликульку вы тоже здесь растет принципе но брусника брусники сколько там урале я столько никогда не видел в жизни вот отец покойный тоже сколько мест он знал он мне все эти места мы же с ним я с ним с малолетства вот как только на велосипед сел на трехколесный он мне потом одно колесо убрал и я на на этом маленьком велосипеде бескамерном такое просто резина такая знаете твердо пытался ехать с ним 12 километров он понял а видит что я уже могу ехать на школьники купили мне школьника и я с него на большой велосипеде а я на маленьком за ним 12 метров в горы туда за малиной ездили за черникой и за брусникой куда мы только не ездили вот такую я вам автобиографию свою рассказываю на что такого жизнь есть жизнь один раз на свете живем друзья ничего страшного нет мы не стесняемся мы никакого сглазу не боимся и не боялись никогда вот смотрите вот на этих кольцах вы говорите что вы там на кольцах выращиваете у нас вон пожалуйста смотрите сколько клубники там устах этих это наташа ловит этих суда складывает слизни и ракушек улиток иные иногда я ну я сами понимаете с моей проблемой в раскорячку ползать я не могу потом до кровати не могу добежать и сразу падаю ладно не будем о плохом все у нас хорошо надеемся на лучшее это слива а тоже я сказал в этом году больше это вид такой это просто старая взяла этого из сарая вытащила сливы вот атакуют эти гусеницы ну что ты будешь делать я сказал больше отравы не буду покупать никакой никакой все этот год я хочу посмотреть что какой толку выйдет стоит ли еще покупать нам здесь запретили в европе частности в латвии всякие химикаты только тем кто занимается огромными площадями там десятками сотнями гектар тем еще что-то разрешено участникам но больше не продаются не вот это деца кто знает деца нету больше все чем травануть чем травануть вот этих вот абсолютно нечем что я буду соды или еще чем-то там прыскать нет конечно но сколько будет столько будет нам хватит ну и конечно же эти цветочки вот смотрите в жару как и говорил вам мы переносим перенесли пету не на эту сторону вот в теневую а пирал гони вот сюда перетащили вот этот забыли еще хотим с наташей все-таки надумали и хотим купить это два или три цвета вот сюда поставим потому что мы от жары спрятали туда эти анютины глазки и тоже правый уже начинает вот раз он как повял повял маленечко вроде вроде живет вроде не не живет не помирает непонятно вот эти еще как бы по шикар не выглядит это так себе но этот непонятно наташа говорит давай выкинь мир пускай стоит пускай стоит потом заменим ну вот и вот такой вот вид цветочков если у ней будет мы поставим вот сюда 1 2 может быть еще 3 ну скорее всего 2 потому что они тоже широкий может быть подвяжем сюда чтоб они от ветра не упали ну вот как то так друзья жарко вот я походил немножко показал вам что у нас растет в огороде на сегодня и на террасе но уже жарко все на солнышке побыл до машину держим открытую пускай просквозит завтра поеду сервис почему вчера ездили на электричке включаем а у нас кондиционер не холодный воздух не не дует все заправлено полный у нас кандишка полная фреона я позвонил говорит приезжайте только завтра десяти утра ничего там страшно нет может там что-то с электропроводкой или еще что ребята сиди сделают здесь рядышком я тоже сниму вам видео посмотрите где этот находится сервис хорошие ребята ну вот такие вот дела вот так вот мы живем бабушка тоже там она сначала вышла погулять говорит ой что-то не что-то плохо хожу я так иди ложись тогда полеживой пойду жарко потому что он узкую 90 лет скоро тяжело вот это переносить мы то он как говорится молодые это тяжеловато нам особенно у кого болезни какие-то хронические это жара никуда не годится до груши груши вон груша у нас сейчас иду иду вот это вот груша вот она будут будут я эти плоды ближе подойду зовет меня жулик он видно вам их он груши тоже вкусные сладенькие они не крупные но завьет зовет съемка ну что ты меня зовешь чтоб я с тобой здесь сидел ах ты жулик кругом игрушки и он и здесь да в тени конечно очень хорошо от этих яблонь не такая жара непривычно нам ужасно непереносимо потому что влажность я говорю посмотрите до сих пор еще такая земля вбитая прям аж такая плотная яблоням то это как бы все равно на грядках он только-только начинает земля подсыхать это это влаги очень много вот так вот мы и живем не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь друзьями социальных сетях ну на этом всего вам доброго здоровья всем мира добра благополучия до следующих видео друзья до следующего видео обзора нашего участка и террасы до следующего видео до следующего видео у